Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, не забудьте распространять это видео у себя в соцсетях. Ну и, конечно же, если хотите нас поддержать, молитвенно и финансово, то номера карт, они есть. И молитвенный тоже есть список, даже имейл мы сейчас завели, куда вы можете обратиться со своими молитвенными нуждами. А на этой неделе, буквально на днях, вышла статья, и я так понимаю, что ни одна статья в США, которая касается деятельности самой крупной в США динаминации, это Южная Баптистская Конвенция, Южные Баптисты. Было большое расследование, которое вышло в общем-то и очень известной американской газете «Нью-Йорк Таймс», там была большая статья, ну и на христианских каналах тоже вышло несколько таких статей. Я прочитаю вам одну статью, которую написал доктор Майкл Браун, очень известный в христианском мире пастырь, служитель. Поэтому послушайте, я буду читать ее, она называется, а статья называется, Ох, сейчас я, подождите секунду, научусь пользоваться, как евангельские христиане мы поносим имя Иисуса. Итак, Майкл Браун, я буду читать, перечитывать вам всю статью. Когда дети Израилева были в изгнании, рассеянной со своей родины из-за греха, а святой храм в Иерусалиме лежал в руинах, это выставило Бога Израилева в дурном свете. Разве он не мог позаботиться о своих, как сказал Господь через пророка Исаия, постоянно «всякий день имя мое бесславится». То же самое и с нами сегодня, евангельскими последователями Иисуса. Из-за наших неудач, скандалов и плотских похотей имя Господа высмеивается. Это душераздирающе. В прошлые годы вина нескольких телепроповедников запятнала имена других хороших христианских лидеров, выставив Иисуса в дурном свете. Почему в саду Господнем было так много плохих яблок? Совсем недавно из-за политизации Евангелия многие христианские консерваторы стали более известны как последователи Трампа, чем последователи Иисуса, а некоторые из них даже подражали его дурному поведению. Это была новая модель христианской дерзости. И снова имя Иисуса было посрамлено. Затем мы были потрясены, узнав о недостатках любимого многими апологета и услышали непристойные подробности романа, угрожавшегося браку и знаменитого лидера крупнейшего в мире христианского университета. В этом году со словом «скандал» стало ассоциироваться всемирное движение Хилсон. И вот теперь Южную Баптистскую Конвенцию, крупнейшую в США протестантскую деноминацию, самым сокрушительным образом обвинили в массовом сокрытии сексуальных грехов. Как широко сообщалось, независимое стороннее расследование показало, что лидеры Южных Баптистов вынуждали молчать и очернять жертв сексуального насилия со стороны духовенства на протяжении двух десятилетий, стремясь защитить свою репутацию. По словам рабочей группы Южных Баптистов, которая призвала к расследованию, мы скорбим о том, что было раскрыто в этом отчете. Мы скорбим от имени переживших это о том, что они не были защищены, и о них не заботились так, как они того заслуживают и как того требует Бог. С разбитыми сердцами мы хотим идти вперед, публично раскаиваясь в том, что произошло на нашем Конгрессе. Мы умоляем нашу Южную Баптистскую семью отреагировать на это сообщение с глубоким раскаянием и приверженностью к текущим моральным требованиям Евангелия в отношении сексуального насилия. Мы должны решить, посвятить свое время и ресурсы не только тому, чтобы верно заботиться о жертвах сексуального насилия, но и обеспечить культуру подотчетности, прозрачности и безопасности. Мы признаем, что любой акт покаяния требует постоянного, сознательного, самоотверженного послушания и жертвы. Это призыв нашего Спасителя – объединиться, чтобы следовать за Ним. Кто вообще способен оценить размер нанесенного ущерба? Во-первых, есть жертвы сексуального насилия, которые испытали двойное унижение, подверглись насилию, а затем их игнорировали, унижали, не верили им и заставляли их замолчать. Согласно отчету, это было сделано известными и уважаемыми христианскими лидерами. Как это вообще возможно? Затем следует вот такая духовная гниль. Грех и вина заметаются под ковер только для того, чтобы там гноиться и разрастаться. Помните, мы не говорим о людях, которые были виновны в незначительных проступках, а затем раскаялись и после этого жили безупречно. Мы говорим об обвинениях, вознасилованиях и даже жестоком обращении с детьми, причем виновные лидеры даже не были наказаны. Затем, когда все это публично вскрывается, высмеивается и посрамляется имя Господа, «Видите, — кричит мир, — мы говорим вам, что это христиане, сборящие лицемером, и мы говорили вам, что вся эта тема с Иисусом была притворством. Теперь у вас есть живое доказательство. Какой ужасный непростительный позор. Одно дело, если мы говорим миру, мы не претендуем на совершенство, но мы верны своей вере, и если мы ошибаемся, мы это признаем и исправляем. Другое дело, когда мы намеренно и систематически прикрываем грех. Вдумайтесь только. Особенно для многих женщин место, которое должно было быть убежищем, убежищем и защитой, стало местом страха, стыда и оскорблений». Давайте спросим себя еще раз, как это вообще возможно? У меня лично нет формальной связи с южными баптистами или Хилсон, и я уверен, что в этих двух крупных движениях есть много благочестивых людей, причем южные баптисты, безусловно, являясь самой крупной в нашей стране. Я ни на секунду не сомневаюсь, что среди них много преданных служителей, много нравственных лидеров, а также бесчисленное множество верующих, любящих Господа и стремящихся почитать Его. На самом деле, я полагаю, что таковых подавляющее большинство. И в тех кругах, где я периодически служу, я взаимодействую бок о бок с некоторыми из лучших христиан на планете, честными людьми отменного характера, безупречными людьми. Для меня большая честь называть их друзьями и коллегами. Тем не менее, нельзя отрицать, что, будучи частью консервативных последователей Иисуса, многие из нас идентифицируют себя как евангельские христиане, и сейчас мы все выглядим плохо. Наш бренд был запятнан. Наша репутация была испачкана, и над нашим Господом смеются. Поэтому вместе мы должны сами унизить себя перед Богом и перед людьми. Мы должны коллективно исповедовать свою вину и грех. Мы должны просить наблюдающий за нами мир простить нас за поношение имени Иисуса. И мы должны сказать, по милости Божией, мы обещаем учиться на своих ошибках, исправлять их и становиться лучше. И если вы познакомитесь с нами лично, вы можете быть приятно удивлены. Мы также сделали много хорошего благодаря тому, что Иисус сделал в нашей жизни. «Плохая новость заключается в том, что многие жизни были разрушены, и многим был нанесен значительный ущерб. Благая вещь заключается в том, что Бог дает благодать смиренным, и чем ниже мы опускаемся в своем покаянии, тем выше Он возносит нас. Вы можете быть уверены, что Он гораздо больше, чем кто-либо из нас, ревнует о репутации своего сына, и Он будет действовать, чтобы прославить свое имя». Как Он сказал через пророка Иезекииля, «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что говорят о них, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел». Иезекииль, 36 глава. «Итак, Он действовал, возвращая изгнанников домой, тем самым восстанавливая честь своему имени. Я верю, что Он будет действовать вновь». Майкл Браун. Вот такая статья, я не буду цитировать New York Times, она тоже есть в свободном доступе, где провели эти расследования, которые касаются огромной, огромной деноминации. 20 лет назад, я думаю, что вы находите какие-то параллели, что Бог сегодня и у нас в России начал очищать свою церковь. Мы видим и слышим о скандалах, которые сотрясают сегодня евангельские движения здесь, о финансовых проблемах, как кто-то кого-то обманул, один пастор на полмиллиарда кинул в свою церковь и других людей. Мы слышим о педофилии в церкви, о разных сексуальных вещах. Разве это нормально, дорогие друзья? Мы вот здесь на канале, я много слышу, вижу, что начинают обращаться к нам и говорить, зачем вы это делаете, зачем вы вскрываете эти вещи. Я думаю, что Майкл Браун очень хорошо ответил на многие из ваших вопросов. Он подвел такую хорошую черту, нам всем нужно покаяние. Имя Божие бесславится не теми, кто говорит о проблемах, а бесславится теми, кто грешит, кто делает эти мерзкие, ужасные грехи. И этим людям нужно покаяние. Мы не должны прятать все под ковер, как написал доктор Браун. Мы должны выносить это на свет Божий. Мы должны смиряться, мы должны склоняться. Этот путь прошла православная церковь. Буквально несколько лет сотрясали скандалы с педофилией. Священники уже сидят с пьянством, с сексуальными грехами. Недавно большие сотрясения получила католическая церковь, и даже Папе Римскому пришлось каяться. Огромное количество случаев педофилии во Франции, в США, в Германии, в других странах мира. И сегодня мы говорим о нашей стране, о нашей России, где также вот по этой бесовской привычке все хотят все как-то под коверчик. Убрать, замолчать, чтобы не было ясно, чтобы не было никакого света, чтобы все затихло. Не делайте больно, не разрушайте, не то делайте, и не вот это делайте. Друзья, куда мы идем? Чего мы боимся? Кто-то пишет и говорит, что вот почитают неверующие, да неверующие прочитают и без нас. Они прочитают, прочитают в других источниках, в других расследованиях. Они увидят это все, как видим мы с вами. Почему мы должны молчать? Откуда это страшное, позорное вот такое в российском христианстве? Моя хата с краю, ничего не знаю, не лезь, не высовывайся, не надо говорить об этом, не надо говорить о том. Кто-то советует, проповедуйте Евангелие, а мы проповедуем Евангелие. Мы и говорим благую, радостную вещь, что Христос может простить любые грехи, что Христос, он идет к тем, кто действительно нуждается, к этим обманутым, обещанным женщинам, как говорит доктор Браун, и как говорим мы вам на нашем канале, который помогает, любящий Иисус, он не изменился, он вчера, сегодня и вовеки тот же, он все так же сегодня взывает грешнику, покайся, покайся и обратись от злых путей своих. Очень многим людям нужно покаяться. Может быть, вы заигрались, дорогие пастыри, дорогие священники, в свою религию. Покаяние очищает наши души. Покаяние перед ним. Господь любящий, он прощает. Но он не позволит никому из нас бесславить имя его. Дорогие мои, прислушайтесь. Он не позволит никому, ни мне, ни вам, бесславить имя свое, святое имя свое, имя, пред которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Пришло время нам с вами преклонить наши колени в молитвах, в слезах, перед Богом, быть честными, называть грех грехом, неправду неправдой, зло злом, войну войною, мерзость мерзостью. Иначе зачем нам это священство? Для чего? С вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подпишитесь на канал. Благослови всех, Господь!